на этом донышке мы как раз вот один один из еще один способов да как дела там столешницы может какие-то полочки если на фанере то с помощью ленты мы будем делать такую столешницу из ленты для этого нужны лента гвоздики молоток ну в принципе наверное ну и все степлям что-то сломался и будем будем выходить ситуацию будем мучиться как говорится понемножку как этот сухал да там можно немножко помучиться да 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 поперечные стоечки то есть мы поставим здесь прием стоечки двойные вот а заплетать будем ну таком в таком режиме расстояние между метками все по нас выброса ими жестоками 3 сантиметра поэтому мы разметили через три сантиметра чтобы стойки ленты лежали между отверстиями так ну давайте попробуем что попробуем почему попробуем потому что мы туда увидела так этот можно немножко убрать можно а вот поэтому и попробуем здесь принцип какой во-первых мы будем оставлять немножко и в эту сторону в эту потому что при прибитии гвоздей может расщепляться прут если он будет на кончике то ну может расщепление пойти дальше она выскочит да поэтому чуть-чуть оставляем вот сразу два я ставлю ленту хотя можно и по одной но я думаю а вдруг получится мы же пробуем метку оставляем между между ленточками вот берем на воздушке воздушке у нас маленький нара по пол сантиметра 5 миллиметров на на длиной да да так так вот видите на двумя руками держать я попробую зажимом да да кстати может у меня тут еще шил уже есть подождите сейчас подождите не спешить здесь можно помочь шилом шилом проткнуть получится и ну так наметить и может быть сейчас они вставятся легко без зажима получилось же спасибо же не поскал во время и прибиваем берем второй гвоздик шила там намечена отлично он становится все готово теперь обрезаем мы ну тоже оставляем ну буквально там сантиметра два да вот и обрезаем здесь мы пока еще не закрепляем их потому что мы будем плести отсюда если может быть надо было здесь ближе прибить вот я думаю или ничего нормально следующее за следующие будет ближе ну потому что во первых придавливаться будет да то принципе ну а там она сверху может пойдет да ну да в общем все прибиваем видите как как когда спонтанно все да 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 так положим следующее тоже между ними тоже оставляем расстояние чуть-чуть до намечаем здесь ближе краю ну тоже на на не сильно близко края потому что фанера то шестерка принципе нормально но лучше чтобы все держалось хорошо все до банального просто видите немножко трещинки есть какие-то небольшие вот здесь немножко колить ленту то есть стараться чтобы не не сильно и здесь тоже обрезаем на каком-то расстоянии у нас остаются еще ленточки поэтому можно и же использовать то есть вам там выбрали ровные ленточки нормально так давайте в эту сторону что ли пойдем что ли как-то где ты где ты вот она вот она поставили вы стали ну да здесь надо тоже выставить то есть может это так тоже намечаем шельцом пальцы большие гвоздики маленькие закатился отпускать не хочется это обезьянка с бананом в коробке с апельсином так сейчас вторую ну в принципе в принципе вы поняли то есть набиваем стоечки в одну сторону набиваем все стоечки и потом начнем уже плести так ну прибили мы все ленточки у нас пошло где-то 5 пар наверное где-то так коротенькие длинненькие все так выглядит ну теперь ленту берем тоже лента размоченная и потихоньку начинаем заплетать вот мы здесь ну я здесь на разоведу так вот так пока пока я не прижимаю потому что ну нам надо пока завести все под ленточки а потом уже будем их потихонечку прижимать то есть ну заводим везде до конца где где у нас будет лежать да так вот так и вот и потихонечку потом так как бы он так чтобы обидно было да ну вот в этих местах где раз подтянули да то есть под самые гвоздички раз два вот так вот вот так вот вот так так сейчас еще раз здесь в общем везде аккуратненько чтобы ровненько было ну первая ленточка у нас есть да мы их прибивать здесь будем через какой-то рассаду мы метки поставили где-то минут сантиметров в минуту говорю сантиметров через пять наверно будем уже прибивать ряды потому что ну здесь прибито и потом потихоньку делать второе также ну как как обычно только в обратном порядке да то есть здесь мы завели опять тоже не подводим но сначала просто пытаемся а эти а вот что значит не подсказал я общественно наделал делов переплетение должно быть без переплетения никак не выйдет ничего аккуратно здесь вот так восьмерочка да видно вам там не видно это может не не крупней а здесь обычно плетение процесс не не быстро наверно но и вот здесь уже стоечки чтобы у вас смотрели по по линиям аккуратненько смотрим и прижимаем предыдущему ряду здесь уже первое было сложнее а теперь все это довольно просто здесь немножко но видите ну там мы поправим да еще момент знаете какой момент это я видите начал сейчас толстый тонкий конце 2 тонкий тонким концом в одну сторону а толстым в другую да здесь мы теперь наоборот нас хватит хватит вот и так то с толще конец у все и так что я запутался а здесь у нас наверное слышишь еще не это да наверное еще вот так ну потому что она будет вот так аж но мне надо да да следующим придаем ничего страшного пускай так будет придавится когда мы здесь можем прибить ее ничего страшного так хватает хватает вот и опять раз если подумал может быть и придется раньше прибивать что как-то ну ну хотя нет все равно но при придается там да и и и все нормально будет здесь все хорошо прижимаем чтобы не сильно налазила ну нормально и таким образом так нас хватит это не хватит но она пригодится еще берем следующую тоже мы сейчас два раза толстым пройдем потом уже будем менять туда сюда потому что так вот так же поехали думаю думаю тут уже в принципе понятно сам 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 принцип тут главный вопрос это когда мы дойдем до метки пробить всю ленточку чтобы она у нас ну прижималась потому что ну тут где-то мы сюда дойдем может быть и раньше даже дойдем и там прибьем уже какой-то ряд в местах где но будем прибивать местах которые будут перекрываться то есть да 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 следующая то есть мы раз здесь прибили то есть ну места которые будут накрываться например так что где-то так ну продолжаем дальше и заплетаем дойдем до до прибивания наверное тогда уже посмотрим потому что процесс довольно нибудь на и ленточка у нас подсохла надо брать свеженькую ну вот уже мы доплели до места до метки доплели мы где-то сантиметров 5 вот теперь получается в местах где мы где следующая ленточка у нас пойдет ну как бы накрывать да то есть у нас но тут как здесь пойдет она вот вот так пойдет вот то есть будем приводить воздики чтобы они попали под под ленточку выставляем ровненько и потяло здесь все чтобы у вас не никаких пробелов не было вот и вот так прямо раз до вас чтобы нас полотно не не вздымалась да вздывалась так не слишком близко слышу не слишком я близко на 2 нормально 1 слишком близко получился сейчас чуть чуть дальше буквально самую малость держись родной ну что ты что ты попал примерно вот и когда мы давать еще у нас этот ну через один получается да то же самое так где-то нужно 1 2 уже процесс не быстрый вот и по всей длине мы их ну по крайней мере этот ряд вот сейчас я вам покажу как это как это будет как это будет работать да то есть берем потом прутик и когда мы будем вставлять его вот у нас то есть мы здесь прижали да и у нас они будут гвоздики закрыты то есть вот эти гвоздики у нас прикрываются и их не будет видно то есть отмытрят здесь пробьем по краям пробьем и у нас гвоздики не видно сама сама полотно будет уже прижиматься камер плотно прижиматься к фанерке да и поэтому гвозди как бы не будет видно все у нас будет хорошо и то же самое по краюшкам прибьем здесь все прижмется и таким образом проходим так что я думаю на этом этапе уже будем останавливаться закончим все донышко и тогда уже продолжим само плетение формирование самой полочки и всего остального так что где-то так вот мы прибили все показать то есть ряд пробили здесь и по краюшку прибили те ленточки которые там ну здесь видите отверстия освобождаем чтобы отверстия были свободны и в этих сторонах и под теперь уже до полотно хорошо прижалась то есть ну отлично все вот и нет вот так вот так продолжаем то есть сейчас опять первое будет немножко сложнее но мы пока заправляем и потом будем уже натягивать на гвоздики ну тут можно вот раз показали видите все у нас скрывает все гвоздики так что вот видите вроде их и не было все у нас прикрыто гвоздиками и теперь мы в обратном порядке здесь чуть будет жестче наверное потому что гвоздики ну придавливается аккуратненько прижимаем опять же сохраняем ровность стоек чтобы на слой желательно не гуляли так сейчас мы дойдем и потом уже пройдемся уже по всей длине в этих местах чтобы плотненько прижимались и полотно будет держаться хорошо и никуда не денется так здесь обрезаем здесь тоже обрезаем какие-то нам еще пригодятся следующем да 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 и так уже потихонечку заполняем наша полотно здесь что видите второй ряд уже совсем просто так что знаете как вроде вроде как ничего ничего сложного да но везде нужно руки везде нужно приложить какие-то усилия так что летем дальше я уже не буду показывать по залику прибили и так уже будем заканчивать так это так закончили мы закончили мы прибивать видите по краешку гвоздиками по прибивали мы везде по краешку здесь мы будем плести косичку сверху и она будет как бы прижимать и эти места не будут видны то есть у нас здесь будет идти такая плоская косичка по всему периметру и вот так там где отверстия мы выкусили ленточку да потом когда мы уже сплетем готовое изделие будет мы просто добавим здесь кусочки ленточки и потом она будет держаться там принципе ну там два-три стежка сделать потом можно промазать когда этим лаком акриловым помажем она все схватится нормально